Уважаемый товарищ президент, в администрации главы государства и государственном секретаре сайта безопасности рассмотрены и подготовлены к назначению 6 кандидатов на руководящие должности в системе Министерства обороны Республики Беларусь, также руководители Министерства по чрезвычайным ситуациям и Следственного комитета. Для представления предлагается старший советник юстиции Горат Дмитрий Юрьевич представляется на должность председателя Следственного комитета. Генерал-майор милиции Синявский Вадим Иванович представляется на должность министра по чрезвычайным ситуациям. Генерал-майор Гулевич Виктор Владимирович представляется на макантную должность начальника Генерального штаба вооруженных сил, первого заместителя министра обороны. Генерал-майор Жук Андрей Владимирович представляется на должность заместителя министра обороны. Генерал-майор Демиденко Игорь Викторович представляется на должность командующего войсками Западного оперативного командования. Генерал-майор Науменко Андрей Викторович представляется на должность командующего войсками Северо-Западного оперативного командования. Проверка и изучение всех предлагаемых кандидатов проведены, обстоятельств, препятствующих назначению на указанной должности не установлены. Что вы можете сказать о этих генералах? Вы их знаете, надежные эти люди, способные возглавить направление? Каждый кандидат изучен, за каждого из кандидатов Т.П. готов поручиться лично. Я почему задаю вопрос госсекретарю, потому что разные кандидатуры предлагались и до него, и в первый день его работы, скажу откровенно, они были не приняты мною. И я ему поручил разобраться фундаментально с этими вещами. И главный упор сделан был на то, что командовать направлениями оперативными и быть начальником штаба и заместителями министра должны люди, которые повоевали, образно говоря, которые были командирами. Там были разные люди, в том числе и политруки. Я сам политрук по своей жизни. Ну, я знаю, как командиры относятся к комиссарам и так далее. Не потому, что они не нужны или плохие. Но если человек прослужил всю жизнь замполитом или комиссаром, ну, согласитесь, что этого недостаточно. Ну, это как пример. Было много кандидатур и людей, которые большими соединениями не командовали. Поэтому, Александр Владимирович, было поручено найти таких людей. Ну, и вот вы здесь, в моем кабинете. Поэтому я при вас задаю вопрос. Каждая кандидатура, товарищ президент, изучена персонально. Ну, это же проявится. Почему? Потому что мы живем в очень серьезное и необычное время. И это не просто пропаганда. Вы люди из войск непосредственно. А генерал милиции, так он вообще с Гродно на передовой. И видит и знает, что там происходит. Да и Гора тоже по своей прежней работе не отдыхал. А хорошо знает ситуацию в стране, да и в этой должности. Поэтому сразу проявится в течение буквально нескольких месяцев, правильно ли мы осуществили этот подбор. Я согласился с этими кандидатурами, с вами, с людьми, которые сегодня присутствуют за этим столом. И очень надеюсь, мужики, что ни я, ни народ не разочаруются в нас. Потому что мы должны защитить... Ну, ладно, не будем говорить о суверенитете, независимости, о государстве. Это естественно. Мы за это деньги получаем. Пусть небольшие, но получаем. Мы свои семьи должны защитить. И семьи наших людей. Вот и все. Простая арифметика. Мир изменился. И под этот изменяющийся мир прогнулась и военная организация. Я не хочу сказать, что в плохом смысле этого слова. Воины сегодня приобретают иной характер. Никто на нас не обрушится, как это было в середине прошлого века. Никто группировками на нас наступать не будет, как шли в 41-м году. Этого не будет. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно. И это Третья мировая война. Если только так произойдет. Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. Чуть-чуть нас зацепили. С августа, после выборов. Попробовали нас на зуб. Зуб сломали. Сейчас нам все зубы будут пробовать. И будут пробовать изнутри. Я это для чего говорю? Публично вам говорю. Что нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда. Начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу. И вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда. Поэтому, если вы готовы в этом плане, пожалуйста, давайте вместе будем служить и работать нашему народу. Спасибо. Мало кто скажет. Не ждите этого. Спасибо скажут потом, когда многие попробуют что-то другого. Сравнение сделают. Вот тогда они, возможно, сделая выводы, скажут нам спасибо. А сейчас не ждите. Мы должны выполнять свои обязанности, исполнять свой долг и действовать по закону.